Он к нам подъехал, попросил опустить стекло. See you soon, I hope. Вещи как-то стрёмно, конечно, здесь осталось. Это асуфри. К нам теперь плывут два дна с рыбей. Так сильно радовались качеству мексиканских дорог. Это, конечно, не пляж Канкуна. Приехали в Желтый город. Мне надо туда лезть или нет? Да. Всем привет! Вы на канале Пара Рюкзаков. И сегодня пятый день нашего путешествия по Мексике. Мы сегодня проснулись рано утром в 6 утра. Собрали все вещи, выселились из отеля. И сейчас движемся в сторону Рио Лагардос. Это природный заповедник, который расположен на Мексиканском заливе. Именно там мы планируем увидеть настоящих крокодилов. Возможно, даже слегка потрогать их за кончик хвоста. Также мы хотим увидеть розовых и красных фламинго, а также необычных птиц, которых мы никогда не видели в природе у себя в стране. Дальше мы едем в Желтый город Исаваль. Он славится тем, что в центре города все дома, все магазины, церкви, ну и прочее строение желтого цвета. Это так выглядит очень необычно. И дальше мы следуем в столицу штата Юкатан, город Мереда. Именно там мы сегодня остановимся на ночь. Ехать нам до Рио Лагардоса не до полтора часа. Это там 100 километров. Поэтому мы надеемся, что сегодня день будет таким же насыщенным, таким же интересным. В Рио Лагардос мы планируем арендовать лодку. Может быть, мы присоединимся к организованной экскурсионной группе. Возможно, мы наймем частным образом лодку у рыбаков. Посмотрим. В этом и есть все путешествия. Такая разруха. Чего-то нельзя это просто отреставрировать. Наверняка в этой церкви уже лет до лет. Тут лежачий полицейский был высотой 50 сантиметров. Нужно маленький лифт. Подъезжаем уже в Рио Лагардос. Карта показывает 800 метров. Да, такой городок какой-то не такой красочный. Вот этот гид, который едет сейчас на мопеде, он к нам подъехал, попросил опустить стекло и предложил экскурсию через свое агентство. Стоимость экскурсии 1000 пояса за двоих. Экскурсия будет длиться 2 часа. Пообещал, что мы увидим и фламинго, и каркадайлов, всех обитателей Мексиканского залива. Такая цена нас устраивает. Это чуть больше 50 долларов. Показывает нам парковочку, можно заехать. Одна машина уже радует. Так всегда. Вещи как-то стрёмно, конечно, здесь оставляем. Не, ну мы берем с собой все такие основные вещи. Оставляем только сумку, которую чуть не оставили в аэропорту. Так, поставили мы машину. Сейчас будем следовать за нашим турагентом. Так, вот вам, ребятки, Рио Лагартоса. Вон первая фламинго, черная только. Похоже на ворон. Так, вот прибывает наш бот. Капитана корабля зовут Мануэль. Сейчас будем садиться. Мы идем к аллигатору. Сережа сказал нашему экскурсоводу «Видя скоро, я надеюсь». Я думаю, что они показывают, типа, что я сильный. Смотрите, какой я большой. Но я не думаю, что он медитирует. Класс. Он что, ждет, чтобы его покормили? Ух ты, какой. Наконец-то мы увидели Крокудаева. На, нет, я его не хочу. Он хочет перекусить. Нееет. Мамочка какая. Пока. Смотрите, какой большой крокодил. И он не боится, он подплывал. Он, наверное, привык. Он подплетает только хищник. Только хищник? Только хищник? А… О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Я не хочу так трогать! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха, нет. Вот второй крокодил. Крокодайл. он просто чилица крокодил начали на расслабоне людей вообще не боится лодку тоже так едем дальше крокодила уже увидели кормят пеликанов рыбкой к нам теперь плывут думать у нас рыба есть ребята привет у меня только есть хлеб подъехали к фламинго они правда так далековато к ним близко не подъезжают лодки не боятся красная фламинго а вот с левой стороны розовая фламинго и там наверно мелко видишь насколько они идут даже совсем по берегу видно по воде здесь тоже наверно мелко вот this из асуфры дай понюхай короче парень нам достает глину из этих мест и говорит что натуральный продукт машься и будет тебе счастье омолодишься на 25 лет мати надо попробовать все 70 сетента и 70 минус но они Мануэль написал, что ему 70 лет, но благодаря этой линии он выглядит на 20. Единственное, шорты, которые я в Сера взял в поездку, он испачкал. А я все-таки люблю своего косметолога и не доверяю глине из этих мест. Эта вода, видно, бывает розовая в определенное время добычи соли, такой здоровый и весистый кабан. Здесь в Рио Лагарта есть еще розовые озера, соляные. Мы планировали после этого сафари поехать туда, посмотреть, но он нас завез, и мы видели, что озера сейчас вообще не розовые. И мы видели плохие отзывы о том, что вода не того цвета, которая есть на фотографиях, поэтому мы ехать туда не будем. Музыка. Так, ну вернулись мы из сафари. Все, что обещали нам, все показали и крокодилов, и фламинго, и пеликанов, и различных других больших птиц. Где-то полтора часа мы катались. В общем, впечатления положительные. У нас села камера, поэтому мы заменили батарею и сейчас продолжим. Я хотела сказать, что если у вас не было опыта вот таких экскурсий, сафари по реке, то обязательно воспользуйтесь возможностью, заедьте сюда и поплавайте по Мексиканскому заливу, увидите невероятных птиц, все-таки увидите живого крокодила, потому что в Шри-Ланке, когда нам обещали, что мы увидим крокодила, мы увидели маленькую ящерицу, а не крокодила. Ты был маленький крокодил, но он был гораздо меньше, чем тот, в котором мы сегодня. Да, здесь я даже на секундочку испугалась, потому что впервые в жизни в дикой природе я увидела это животное. Это животное? Это рептилии. Натали не за рулем, поэтому решила выпить еще маргаритки немного. Они принесли ее без трубочки, мы просили трубочку, они сказали, если вам надо, мы ее найдем, но мы как бы за натураль, типа, что это пластик. Бережем природу. Да, бережем природу, поэтому, может, так выпейте. А еще я дождалась мексиканского гуакамоле. В Риалагартос мы впервые попробуем рыбу в Мексике, из этого залива, по которому мы уже что путешествовали. Так, мы находимся недалеко от городка Лас-Каларадос, и там есть пляж именно на Мексиканском заливе. И рядом же розовые озера. Но мы мимо розовых озер уже на лодке сегодня проезжали и увидели, что они вообще не розовые, они просто какие-то грязные. Но мы все-таки находимся в 23 километрах и решили заехать на Мексиканский залив, посмотреть какой там пляж. Так сильно радовались качеству мексиканских дорог, что вот заехали на участок дороги, на которой смогут ездить только представители некоторых стран, таких как наша. Так, вот мы под этим мостом проезжали на лодке сегодня, такой металлический мост. Вот в ту сторону мы ехали точно. Какая-то движуха. Заехали на полчаса на пляж Лас Колорадос, сейчас покупаемся, освежимся немножко и поедем дальше. Такой вот бич пустой. Широкий пляж на Мексиканском заливе. Это, конечно, не пляж Канкуна. Здесь так уже и вода совсем не того цвета. Водичка теплая, градусов 26 не меньше. Сейчас сделаем заплыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Музыка Заехали в город Самаль. Первый жёлтый домик. приехали в желтый город и самаль в центре действительно желтый а так на окраинах абсолютно обычные самые сейчас посмотрим здесь есть это собор древний и центральная площадь все желтого цвета посмотрели желтый собор спускаемся вниз сейчас еще немножко обойдем вокруг посмотрим окрестности и будем ехать в мериду покидаем и желтый город и самаль мы здесь пробыли не знаю минут 40 но здесь как бы церковь есть основная красивая больше в принципе ничего такого добрались мы в мире дую я вам покажу наш номер в отеле дар альба in то сразу началось туалета здесь такой большой номер две кровати 1 2 спальная 1 1 спальная телек зеркало самое классное здесь вот такое большое окно такой вот вид прям на бассейн отеля он очень такой большой оказался здесь парковка включена на парковка очень такая неудобная тяжело я заезжал туда очень мало места здесь включен завтрак и цена этого номера за ночь на двоих всего 33 доллара завтраком и с парковкой это в самом центре мериды мы сейчас прогуляемся по самому отелью покажем вообще сам отель он в таком старом мексиканском стиле вот так внутри выглядит отель ну давай покажи класс мне надо туда лезть или не принесли нам нашу пиццу с папирони и маргариту таким образом мы поужинаем и отмечаем сегодняшний день наш пятый день путешествия по мексике подходит концу мы поужинали в нашем отеле городе меридо мы так и не вышли в центр города посмотреть устали после дороги и после сегодняшних эмоций но все удалось все что мы запланировали получилось меридо это наш транзитный город для того чтобы завтра рано утром проснуться и поехать в очередной майянский город посмотреть пирамиды города ушмаль после чего мы поедем около 250 километров и приедем опять на побережье карибского моря в город тулуна сегодня был насыщенный классный день мексика как всегда супер что ребята смотрите подписывайтесь на наш канал то не подписан и до новых встреч пока 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 пока